Привет, зритель! Сейчас тебя ждет мой уход на декабрь. Да, мне тут каминг писали в Терегу. Я не знаю, про ту помаду говорили или нет, но вот четвертая, больше всех заюзанная сейчас на мне. Это палетка Ифраше Гранд Руш, когда-то я ее давно покупала, мне очень нравятся такие цвета. Там, возможно, где-то фоном кошка. Я тут подумала, у меня ведь нет тоника. Залезла тут, разбиралась в одном месте и нашла такую штуку. Ты не смотришь, что оно в такой бутылке. Артвар цветков пиона и шиповника на 2 чайные ложки водки в 3 утра 40 минут. Был создан 30 декабря 2019 года. Я что заметила? Если делать отвар какой-нибудь растений и там буквально 2 чайные ложки водки сделать, то оно сохраняет аромат и сохраняет все эти свои свойства и ласты не склеивает. В общем, тоник у меня такой самопальный. Я сейчас немножко имьюзалась, но и на декабрь он пойдет. Вот. Случилась у меня трагедия, случилось у меня несчастье. Мне что-то Эйвановские шампуни Нейчелс перестали помогать. У меня волосы от них не промываются, теряют пышность и вообще выглядят так, будто бы я их и не мыла вовсе. Да и как-то лезут слегка с них волосы. И, в общем, у меня один я тогда целым месяцем пользовалась, который на ноябре был заявлен. Но что-то, в общем, как-то мы с ним не сошлись. Я в итоге мыла волосы мыльными орехами в ожидании того, как придет вот это вот счастье. На Азон, по-моему, я его заказывала. Ну, в обзоре оно уже есть. Я надеюсь, что это уже монтировало. Оно даже на канале есть. И я решила, что, в общем, второй мне просто вообще не подошло. Я им промыла там лотос и что-то еще. И базилик и лотос, что-то мне раньше очень нравился. Потом я помню, что в какой-то момент он мне не помогал. Я думала, что тот момент прошел и был разовый. Ну, в общем, он мне не помогает. И волосы от Эйвана с шампуней как-то они плохо себя ощущают. Я решила, что я буду делать себе самопальные шампуни, пока что на жидкой мыльной основе чистотел. У меня как бы заюзанный. Сейчас шампунчик там есть. Я сегодня им мыла волосы. Пока это с добавлением березового дегтя. Как основной такой компонент, конкретный такой. Ну, а потом посмотрю, как будет, как настроение будет. Ну, вот основа будет именно вот такая для мытья волос. Так, у меня тут случился новый бочоночек, а другой будет в пустых баночках. Это Кайлор Джован. Тем, кому лень смотреть тот ролик, отдельный про Кайлор Джован Флэрис, тема Индия. Можете сейчас вот узнать информацию краткую. Он универсальная такая штука. Сухая кожа рук, маленькие порезы, ранки, трещины на пятках, легкая мигрень. Потом горло болит, нос вот здесь вот, знаете, вы чихаете, а вот здесь вот, ну, обычно у носа там кожа обёртывается. Можно даже как крем для лица использовать. От укусов всяких насекомых и даже от ожогов. В общем, универсальная такая штука. Я её не первый раз уже покупаю. В этот раз я взяла большой флакончик. Как раз в озон были скидки. И он у меня идёт в уход на декабрь. Я поняла прикол этого крема Эфраше Пюрка Амель для лица, для, в общем, дневной и ночной. Универсальный такой. Мне всё время его подружка посоветовала. Я когда-то делала в Эфраше заказ и выбрала его в подарок. Там можно было тогда выбрать что-то на выбор. Два года уже ничего в Эфраше не заказывала. Хороший крем именно когда холодная, сухая, я хотела сказать, погода. Но именно когда холодная кожа. Холодная погода, кожа на лице становится сухой. Очень классный, лёгкий, нежный, экономичный. Я, правда, им не каждый день пользуюсь. Но когда пользуюсь, вообще в восторге от него. Он у меня на декабрь переходит. Эту штуку я как-то порой воспользовала как маску. Смывала, кожа была такая хорошая на лице. А потом что-то я про неё забыла. Но сегодня 25 ноября. И, может быть, я её ещё поюзаю. Но пока она переходит на декабрь. Я даже думаю, даже если я её поюзаю, даже каждый день, допустим, буду юзать, всё равно она в декабре ещё будет. И, возможно, будет в декабрьских пустых баночках. Я сначала думала, баночки ноября объединить с декабрём. Но посмотрела и поняла, что, в принципе, там набирается на обзор что-то за ноябрь. Но будут они где-то чуть позже, чем этот ролик. Вот эта пенка замечательная. Да, кстати, это подарок от подписчицы Свет. Это тоже от неё. Эта пенка замечательная для умывания. Я её редко пользуюсь. Ну, во-первых, она очень экономичная. Плюс я ещё её редко пользуюсь. Но мне она очень нравится. И, в принципе, при случае можно смыть вот эту повадку. Кошка спрыгнула. Кошка спрыгнула. Крем для рук буквально недавно открыла. Что-то я пользовалась одним кремом, который был в пустых баночках не по назначению. Именно использовала его для рук. Это тоже подарок от подписчицы Светы. И я его доюзывать буду в декабре. Вот он идёт на декабрь. Хороший, кстати, кремик. У меня уже два таких было от Света. Вот это второй. Хороший вот. Внезапно русская фирма такая. Эту маску я всё никак не доделаю. Она у меня на декабрь идёт. Я всё... Как бы на ночь я её не оставляю. Я как-то её оставляю потом. Ну, в смысле, делаю маску вечером. Потом через какое-то время смываю. Совсем на ночь у меня не получается. Потому что либо я внезапно в 7 вечера вырубаюсь. И до пол первого ночи. Либо я вот вечером вроде как ношу. Думаю, сейчас пойду спать. То всё. И получается, что я до полночи что-то делаю. Так что пока она у меня смываемая просто маска. Тоже подарок от Светы. Зубная паста Дентал Клиник Керасис 2080. С морскими или какими-то там солями и травами. Она у меня была в деревне. Точно такая же была здесь в городе. Та, которая была в городе, она уже закончилась была в пустых баночках. А это ещё есть. Не уверена, конечно. Но может, конечно, её и до января хватит. Но может быть, она будет в пустых баночках декабря. Очень классная. Мне нравятся такие зубные пасты. Экономичная. Буквально там с пол ногтя вот этого. Надо. Так, тоже подарок от подписчицы Светы. Луна Тура. Энзимная пенка. Очень клёвая штука. Она у меня в ванной стоит. Я не то чтобы регулярно пользуюсь. Но вот я чувствую, что у меня кожа такая сушёная. Она вот чуть-чуть поцарапать. Сядешь на телефон или на стол. Вот перхоть со лба посыпется. А я иду умываться этой пенкой. Или специально утром или вечером умываюсь ей. Очень классная. Как скрабик такой хороший. Там ещё приличненько что-то есть. И она вот у меня на декабрь переходит. Внезапно гелик ещё есть. Я думала, что я вот этот объём уделаю. То, что тут осталось за 5 дней. Ну, за сколько дней. До конца, в общем, ноября я его уделаю. Но я поняла, что я его не уделаю. Он очень экономичный. На удивление. Клёвый, хороший гелик. Для меня он пахнет не только вишней. Там ещё и миндаль чувствуется. Это подарок от подписчицы Рёлечки. Эйвен Сенсос, вишнёвый коктейль, спелая вишня, гель для душа. Он у меня идёт на декабрь. Но так как тут всё равно не полный флакончик. Мало ли, он у меня 2 с лишним месяца уже. Ну, в смысле, полтора месяца точно юзается. Ещё будет декабрь. Да, вот 2 с лишним месяца этот флакончик. Вдруг он закончится раньше. Я решила, что ещё один гель от Лёречки, от Эйвен. Тоже Эйвен Сенсос. Клубничные мечты с ароматом клубники и со сливками. Крем-гель для душа пойдёт на декабрь. Буду юзать то один, то другой. Ну, как бы под настроение. Такой гелевый. Мне нравится. Точнее, гелевый кремовый гель. Мне нравятся кремовые гели у Эйвен. Ну, мне вообще, в принципе, нравятся у них эти гели Сенсос. Благо, мы с ними нормально. Так же, у меня был когда-то момент давно, лет 10 назад, даже, может, чуть больше, когда мне очень нравились гели Сенсос от Эйвен. Но прошёл какой-то период, у меня на них пошла аллергия. Я года 4 их не пользовала вообще. А потом всё нормально. Возможно, и с шампунями когда-нибудь так же будет. Гринмама, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и курильного дубанчика. Я думала, они будут в пустых баночках в ноябре, но внезапно там ещё что-то приличненько есть. Конечно, приходится крышечку откручивать, потому что так не очень удобно выдавливать. Но они ещё есть. Я думаю, что они, возможно, будут в баночках пустых декабря. Но сейчас они идут на уход декабря. Очень классные сливки, мне нравятся. У меня мыло от Лёлечки Эйвен Сенсос. Очищение свежесть. Романтичный райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиона. Туалетное мыло для лица, рук и тела 75 грамм. Будет юзаться в декабре. Мне такое подобное, вот, по-моему, такое же мыло Лёлечка уже дарила. Прикольное, короче, мыло. Мне нравятся Эйвеновские мылицы. Хорошая мылица. Так, эта штуковина, как я почитала, каменты, можно юзать Эйвеновские средства, если они ещё не испортились по виду, запаху и так далее. Даже если у них уже вышел срок годности. Срок годности у этой штуки выходят в конце этого месяца. Там не очень много осталось, но всё равно ещё что-то есть. Я не каждый день пользовалась, потому что Эйвеновский гель, он кожу не сушит, и как бы её специально увлажнять не надо. Так местами где-то что-то. Я его использовала как крем для ног ещё по большей части, попутно, но иногда забывала. Поэтому там ещё что-то есть, и он как бы ещё отлитый. Баночку есть маленькую такую. Я в деревню с собой брала, но у меня стоит на столе, я не стала брать ещё и ту баночку, потому что, в принципе, вот он. Да, я кверх ногами его держу, да? Он кверх ногами у меня стоит, потому что так удобнее выдавливать. Тоже подарок от подписчицы Рёлечки. Это Эйвенке масло кокоса восстановления лосьём для тела, для сухой, очень сухой кожи. 400 мл. Мне вообще нравится лосьончик Эйвенке. Я его использую в той баночке, как молочко за лица. Да, вообще хорошая штука, я его, брат, переворачиваю, потому что мне удобнее его открывать, и оно сразу льётся, а не ждёт, когда там накапает что-то. Так, и чё, у меня последнее, по ходу дела, да, я забыла про какую-нибудь гигиеничку для губ, но у меня как бы как таковой конкретной нету. Хотя что-то я иногда пользую. Ну, и я, в принципе, я то собираюсь купить, то собираюсь сделать, поэтому она, это, как бы, не столь важный момент, потому что на выход из дома я чё-то как-то забыла, что надо пользоваться гигиеничками. А помада, если напользуешься, потом одеваешь маску, это помада на маске остаётся. Ну, как-то, в общем. Пока, видимо, губы ещё не дали о себе знать, поэтому у меня гигиенички нету. Но внезапно вот эта маска у меня на ноябрь не была заявлена, но она будет юзаться в декабре, потому что сейчас я немножко ей пользуюсь, так как я, как бы, ещё не нашла свою эту золотую середину, не надо хапать тут ничего на полу, кошка дурашная. С мытьём, вот, с, в общем, шампунем на основе этой штуковины, то я пару раз уже пользовалась этой маской чисто на кончике. Сегодня в том числе. Это Керостас, Париж, это, в общем, от Лореали, от Подписчицы Светы. Тут очень экономичная, кстати, маска. Вот, то открываю, эта крышечка закрыта, то открываю, эта крышечка прилипает сюда, и видно. Ну, в общем, тут где-то две трети ещё осталось. Не знаю, будет она в пустых баночках в декабре или нет, но на декабрь, на уход я её как бы заявляю, потому что сейчас ещё даже в ноябре немножко пользуюсь. Ну, и, по ходу дела у меня всё. Все мои уходовые средства на декабрь. Всем спасибо за просмотр. Ну, пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.